Тёплая погода продолжает радовать приморцев. Многие с удовольствием подставляют осеннему ветру непокрытую голову. Куртки на распашку – явление во Владивостоке повсеместное. А вот медики уже настороже. Врачи настоятельно рекомендуют приморцам одеваться по погоде, больше уделять внимание гигиене, а именно тщательно и часто мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания. При этом всплеска вирусных и простудных заболеваний медики ждут уже через месяц. Ожидается конец декабря, январь. Особенно учащаются случаи заболеваний в дни школьных каникул и после школьных каникул, когда у нас дети очень много имеют контактов различных и выходят уже после каникул 10-дневных, начинают, конечно же, болеть. Иммунная система страдает. Тем временем рост заболеваемости ОРВИ уже зарегистрирован в 14 муниципалитетах края. При этом особо острую ситуацию Роспотребнадзор фиксировал в Артеме, Дальнереченске, Дальнегорске, Ванучинском, Кавалеровском, Тернейском, Шкотовском районах. Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной и теологией. А вот прививки от гриппа сделать еще не поздно. На данный момент у нас, как я уже сказала, то есть мы сделали 45 процентов, охватили всего населения, но это еще не предел. На данный момент у нас дополнительно закупается вакцина для тех, кто еще по медицинским каким-то причинам не был привит вовремя, ну или кто забыл, то есть есть возможность еще привиться. Медики предупреждают основным осложнением острых респираторных вирусных инфекций являются вне больничной пневмонии. Это острое заболевание сопровождается симптомами инфекции нижних отделов дыхательных путей. Лихорадка, кашель, выделение мокроты, боль в грудной клетке, отдышка. Напомним, именно в связи с пневмонией во Владивостоке на прошлой неделе закрывали на карантин школы и детские сады. Раньше была очень хорошая чувствительность пневмокока к пенициллиновому ряду. То есть хорошо дети у нас шли на пенициллине, на том обычном пенициллине. То сейчас, в общем-то, отмечается очень часто устойчивость возбудителя пневмонии именно к пенициллиновому ряду. Поэтому выбор других препаратов может сделать исключительно врач, исключительно в стационаре. Поэтому, конечно же, лучше всего это лечение, воспаления легких, особенно у детей и у людей пожилого возраста, которым тоже чреваты осложнениями пневмонии. Конечно же, необходимо в стационаре. В качестве мер профилактики врачи рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, полноценно питаться, избегать переохлаждений и одеваться соответственно погоде. И напоминают, что в период подъема сезонной заболеваемости нужно свести к минимуму посещение мест массового скопления людей. Олег Завьялов, Анна Бережная, Новости на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok